здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы сегодня у нас пятница 2 июля с вами на связи виталий кухта проект про трейдинг всегда у нас по пятница по возможности мы делаем обзор рынка кроме того что как вы смотрите битву аналитиков понедельник среда мы еще делаем обзор рынка плюс даю обучающий материал по по рынку напомню прошлый раз я давал информацию по зеркальным уровням контр тренд сегодня у нас будут зеркальные уровни по тренду и на следующий раз мы подведем итоги и так напомню на сайте кухта капитал вы можете ознакомиться с информацией более конкретной по по обучению да с полной программой в разделе обучения виталий кухта есть информация по персональному наставнику стратегии модельный трейдинг напомню действует скидка 50 процентов внизу будет ссылка на сайт пишите telegram или facebook отвечу на все ваши вопросы и так сегодня мы начнем с обучения до первая половина данного видео и вторая половина мы сделаем обзор краткий по торговым инструментом так как картинка на всех валютных парах одинаково мы сделаем в основном по евро доллару и так давайте вкратце вот на напомню информацию по тому что мы изучали прошлый раз это была информация зеркальный уровень контр тренд в чем заключается суть напомню идет условно тренд вниз и в определенный момент если идет пробитие локального хая и ртс данного хая это является зеркальным уровнем да и мы рассматриваем покупочки данные покупочки можно рассматривать как локально до идет отбить и от данного уровня как локально да так и и возможно среднесрочный разворот или там развороту скажем на несколько дней свин какой-то будет разворот сложно сказать это уже идет сопровождение сделки если условно мы здесь купили с расчетом на то что тренд будет разворачиваться ну условно на там плюс 500 пунктов наверх до по 4 знаку и инструмент пошел наверх и в какой-то момент рисуется точка входа на шорту скидывают можно выходить данной сделкой или там делать положительный замок или полностью выходить и заходить short то есть вот разные моменты бывают это по поводу это кратко напоминаю зеркальный уровень контр-тренд сегодня у нас будет разбор информации изучение по тренду в чем заключается здесь все очень просто я думаю многие уже изучали данную модель но укратце расскажу если у нас идет тренд да там есть два момента расскажу идет тренд делается какая-то база да эта база может быть иметь там условно проторговки и напомню это идет все на любом там фрейме это может быть пять минутки это может быть часовики это может быть дневки я больше это применяю на дневках и часовиках если здесь прошла проторговка ну условно там три-четыре дня после пробития желательно чтобы мы пробили импульсом данный момент р тест на вот данные базы это является зеркальным уровнем по тренду так как у нас тренд идет восходящий если здесь еще совпадает так скажем условно трендовые линии но то есть вот таком качестве то это это скажем очень очень красиво да то есть это еще дополнительный бонус тому что здесь скорее всего будет лон здесь ртс может быть как просто касание сразу и наверх может быть проторговка там два-три дня еще не исключаем что могут выносить немножко да то есть какие-то шпильки закидывать и потом наверх то есть это в лонг по поводу цели сколько мы будем идти в лонг это зависит от тренда да мы можем отбиться она как на несколько там на 100 пунктов ну условно да так и на несколько сот там 300 400 пунктов так и уйти на очень длительное время это зависит сколько тренд будет длиться данной ну и плюсы если уже профессионально говорить то здесь идет уже сопровождение сделки да если мы здесь купили рассчитываем на длительное удержание данной позиции если инструмент прошел достаточно неплохое расстояние на обязательно конечно мы фиксируем части если мы планируем удерживать часть чтобы дать прибыли расти и при появлении условно какого-то сигнала на снижение да и это снижение может быть как локальная до условного сюда да и дальше снова наверх это трейдер не знаю и поэтому что применяется в сопровождении сделки мы удерживаем часть сделки и на обратном сигнале когда он появляется в short мы заходим в short и таким образом делаем замок данной позиции если инструмент уходит здесь позиция условно мы уже закрыли там заходили один лот да и закрыли половину вот на этом расстоянии условно там 0.5 да то обратно в short мы заходим там лот да если мы идем вниз то мы зарабатываем да и страхуем без убыток если инструмент разворачивается какой-то момент и при появлении но это уже если там рынок дает при появлении здесь сигнала в лонг часть закрывается подтягивается без убыток да и вот нижний лот то есть это такая сложная комбинация удержания позиции я такие позиции иногда держу по некоторым инструментам на очень длительное время несколько месяцев напомню кто смотрит битву аналитиков я часто даю моменты по среднесрочным трендам вот кто смотрит за последние уже полтора года как мы ведем аналитику по евро доллару да где-то инструменты идут где-то нет но вот евро доллар особенно очень красиво ходит что полтора года назад я евро когда он торговался 1 08 я говорил что евро будет расти на 1 20 сейчас за последнее время то же самое когда евро был по 1 17 говорил в лонг дальше вот месяц назад евро в шорт с 1 23 практически 1 22 там 50 мы скатились на 1 18 то есть вот такие моменты да там на месяц на несколько месяцев идет сопровождение сделки вот таким образом то есть более подробным скажем моментом мы изучаем на на занятиях поэтому кому интересно обращать то есть это мы обсудили позицию в лонг в шорт аналогично то есть идет проторговка до пробитий ртс и вниз то что я сказал по поводу вот этой базы да в несколько дней или там несколько часов зависимости на каком-то фрейме возможен вариант иногда и вот такого зеркального уровня он тоже имеет право быть он чуть-чуть слабее но то есть когда у нас идет ну условно тренд вниз идет там касание в какой-то точке там двух дней до потом отбития то есть вот таким образом да тоже тоже как идет зеркальный уровень но чуть-чуть как по мне имеет меньше силы но тоже является зеркальным уровнем почему потому что почему имеет меньше силы вот здесь образованный уровень он имеет там всего это условно как один день почему ну там подошли закрылись на следующий день отбились да как таком варианте более сильно я люблю когда у нас здесь идет какая-то проторговка и потом пробитие и так далее то есть вот в таком моменте это для меня является более сильно когда игроки условно формируют позицию да потом пробивают ее хорошо так на ртс и входит и снова удерживают данную зону которую они формировали здесь шорт да говорят выше мы не пойдем то есть идем вниз в таком ключе то есть это так краткая теория в течение пяти минут на обычно занятие у нас проходит по полтора-два часа то есть рожевом каждую модели занятий у нас много то есть напомню вот если вы изучите план курса то есть занятий у нас очень много 28 занятий то есть у нас идет практически там 30 процентов эта теория да мы изучаем модели модели очень много у нас модели среднесрочный модель пузырь модель x модели ложный пробой модель корень модель флаг то есть ложные пробои разные виды вот напомню есть методы определения ложного пробоя есть несколько видов ложный пробой по герчику я думаю слышали такого трейдер александр герчика я его я у него обучался то есть рассказывал данном виде ложного пробоя также я изучал информацию лари вильямса изучал его платные курсы которые он дает обучение по ложному пробою да и книги читал и также с этих всех методов которые изучал по александр герчика поларе вильямса и так же свои моменты какие-то добавил то есть есть мой авторский вариант определение ложного пробоя где добавил свои фишки наблюдал за рынком потому что за рынком я уже достаточно долго наблюдаю много графика присмотрел видел какие-то свои моменты ложного пробоя да ну вот сегодня мы зеркальные уровни как раз обучаем вот куча моделей 6-8 поэтому очень много идет потом практики да мы изучаем вот эту всю теорию и потом применяем на практике на практике изучаем частично на истории да вот эти все моменты ищем и потом на реальном рынке том так как курс идет в течение года мы эти моменты стараемся изучать на всех моментах да так как у нас тренды бывают боковички сложные тренды то есть это есть время за год изучения плюс я всегда отвечаю на вопросы то есть когда мне пишут ученики то есть я всегда готов отвечать так идет всегда поддержка так давайте мы рассмотрим несколько примеров вот один из примеров это доллар иена по тренду смотрите это пример 16 года вот очень хороший пример так вот у нас идет тренд по доллар иене да мы видим тренд смотрите идет образование уровня 1 2 3 несколько дней мы не добили 4 идет пробитие данного уровня и ртс смотрите мы два дня бились выше данного уровня который мы пробили вот вот этим баром до импульса и дальше погнали по тренду вот вот пример вот это дневка это часовик до данный пример смотрите как как мы образовали уровень четко 1 2 смотрите четко бьется 3 потом мы подходим смотрите поджимаем поджимаем цену таким треугольничком это на пробой пробиваем и идет ртс смотрите такая чашка и выстрел наверх хороший это один из примеров дальше это еще один из примеров это золото смотрите вот у нас идет тренд да по золоту мы образовали уровень смотрите сколько мы дней бились 1 2 3 4 5 6 пробитие пробитие на импульсе и ртс 1 с таким небольшим ложным 2 плюс то что я как раз говорил если совпадает еще трендовая то есть трендовая раз два три и вот 4 . даже вот даже в 5 еще раз было был ртс да вот на часовиках видно как мы вот этот уровень смотрите четко мы его формировали вот пробили даже была вот здесь точка входа локальная смотрите вот вот как четко идет поджатие наверх вот пробой импульсом и ртс это локальная точка входа а вот это уже более такая глобальная можно было два раза даже прокатиться так это это вот другой пример по золоту сейчас секундочку то есть да вот еще один пример по золоту дальше не помню куда здесь оно ушло ну вот формирование базы то есть один два три четыре пять шесть дней пробитие ртс плюс вот совпадение с трендовой линии то есть то есть даже даже вот здесь можно было говорить о какой-то точке входа по по данному инструменту и так это вкратце я показал как как работает модель показал несколько примеров если вам интересно вы можете сами понаблюдать за рынком в текущем времени на истории можете поизучать инструменты которые вы торгуете да посмотрите на особенности какие-то моменты и так на этом закончим краткое краткий такой обучающий курс мини перейдем к обзору рынка обзор рынка будет краткий почему потому что все на рынке одинаковое по некоторым инструментам все очень одинаково по другим инструментам там для меня это вне рынка ну на текущий момент и так давайте начнем с евро доллара напомню прошлую пятницу плюс на текущей неделе кто смотрел битву аналитиков понедельник и среду я советовал продав только продавать евро доллар не покупать а продавать причина продажи была для меня ясна здесь были два момента то есть основной который я рассматривал на продажу и второй альтернативной возможность ухода евро в лон но я его не торговал я его держал как про запас понимание почему нужно осторожно продавать уходить уходить адекватным объемом соблюдая риски потому что может уйти наверх кто продавал евро доллар на пятницу как я говорил или понедельник или среду на битве аналитиков кто смотрит конечно же там причина причина продажи это торговая модель которые я здесь видел это модель пять или квадрат то есть в чем она заключалась я рассказывать не буду то есть это на обучении рассказываю то есть это был импульс явный это смотрелось коррекционно да и здесь я рассматривал дальнейшее движение вниз по евро доллар на часовиках здесь мы прошлый раз обсуждали вот такие варианты возможность ланга то есть мы рассматривали зеркальный уровень в чем он заключался то есть идет вниз тренд да идет его ретест то есть пробитие вот этих локальных минимум то есть контр тренд модель зеркала я говорил что здесь возможность отбития локальные так и среднесрочные что мы дальше увидели то есть было отбитие и вот здесь мы как раз в пятницу с вами говорили по евро доллару что возможен лонг но основной сценарий я рассматривал шорты то есть я рассказывать причины основной не буду почему шорт это уже на обучающих курсах я рассказываю данную информацию и причины но как мы видим локальный евро доллар отбился то есть от этой модели то есть локально интердей можно было заработать на на ланга дальше когда снова скинули вниз то есть здесь явно видно было что после такого роста скидывает на все сто процентов да потом снова рост скидывает на на все сто процентов это говорило о модели квадрат по тренду и смотрите вот данный уровень который я отмечал вот желтеньким отметил который мы обсуждали смотрите его дальше держали 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 да и в какой то момент идет пробитие да тоже ранее пробивали пробитие и ртс смотрите и ртс потом снова то есть образование локальных уровней пробитие и ртс снова вот локальный уровень пробитие и ртс то есть это локальные модели наш 1 по тренду потому что у нас тренд здесь шартовый то есть здесь почему я даже в среду на битве аналитиков говорил что евро доллар дальше смотрится вниз вот этот такой краткий обзор евро доллара кто продавал даже и артем еев который ранее активно покупал евро доллар начал продавать в принципе правильно потому что здесь тренд показывал на снижение то продавал по евро доллару частично можно выйти с евро доллара можно и скажем полностью выйти так как у нас на текущий момент существует более глубокая коррекция но это скажем такое небольшой вариант у нас здесь образовалась дивергенция на часа на часовом там фрейме я свои позиции которые у меня есть среднесрочные там на несколько месяцев еще там с уровня 1.23 ну условно 1.22 с копейками где я добавлялся я удерживаю да на каких-то на каких-то моментах я закрываю часть позиции и хеджируюсь да хеджируюсь обратными сделками то что я рассказывал у нас сейчас на текущий момент присутствует дивергенция на часовом там фрейме о чем это нам говорит мы можем как вариант отбиться на какую-то более глубокую коррекцию я вчера частично вышел то есть так как у нас здесь рисовалась дивергенция но это было всего на всего только локальный откат к зеркальному уровню который вот он отмечен да и и трендовой линии думал что его мы пробьем и уйдем чуть-чуть побольше не ушли возможно сегодня то есть о покупках сложно говорить так как это всего-навсего дивергенция без дневной модели и даже без часовой модели напомню кто не в курсе думаю многие в курсе что сегодня нон фарм пэрлс да будет хорошее движение возможно предыдущее движение после нон фарм пэрлс показывали слабину доллара поэтому сегодня вот эта дивергенция плюс возможно фундаментал подкачать и евро выслит наверх ну это как вариант то есть это гадание на кофейной гуще на такой точнее очень слабенький сигнал в лонг для меня посмотрим что дальше нарисуют если пойдет какой-то импульс наверх тогда можно будет говорить о каких-то возможных лонгах краткосрочных но это я как вариант рассчитываю только коррекционные движение наверх и дальше мы продолжим падать в район 1.17 или с текущих или через коррекцию да хотелось бы через коррекцию чтобы добавиться в новые покупки повыше это тот основной сценарий который я смотрю но уже будем по факту смотреть потому что вдруг вся коррекция закончилась и мы дальше будем расти по евро доллару да такой вариант возможен никто не исключает напомню по индексу доллара вот девочки кто смотрел и в пятницу я говорил и в понедельник на битве аналитики в среду покупки индекса доллара здесь тоже присутствует на часовиках дивергенция мы подходим к треугольничку возможно где-то здесь пойдет какая-то коррекция по евро доллару от данного треугольника да как вариант это может быть всего-навсего небольшая коррекция а может быть и сильная это уже по факту будем смотреть но те кто покупал здесь индекс доллара за последний там июнь напомню я вернулся прям в конце мая и начало июня на битве аналитиков только покупки по индексу доллара смотрите мы очень красиво себя отработали да Артем продавал все время по фундаменталу ну как видим нужно очень сильно учитывать не только фундаментал и технику почему потому что здесь показывалось то же самое как было в январе феврале я тоже был боком по индексу доллара тоже был такой прострел хороший наверх как и сейчас дальше наблюдаем пока лучше вне рынка быть очень очень осторожные точки входа по дивергенциям но я такое не могу советовать только только о нем говорить что он присутствует потому что это является очень слабым сигналом на торговлю но возможно но возможно поэтому вот так другие инструменты аналогично доллар франк там фунт по всем аналогично идут идут тренды да на рост доллара присутствуют дивергенции на часовиках дальше вкратце о чем я еще говорил о золоте на золоте текущий момент тут развивается коррекция да она возможно затянется если сегодня вот тут прям видно что появились покупатели по золоту раньше по сравнению с там с евро долларом индексом долларом уже третий день выкупаем золото это возможно был как ложный пробой я его не торговал ложный пробой 2 бара вот данного уровня вот плюс фибоначи еще совпал мы отбились потихоньку по биткоину пока такая сложная картинка она шартовая я думал что он будет падать ниже вот я как раз говорил прошлую пятницу о снижении оно было но локальным небольшим движением дальше откупили и снова пытаются задвить вниз сейчас сложно сказать что дальше формируется пока в таком боковичке и тем более находится посредине канала поэтому вот так ну и все то есть на сегодня я говорил и напомню что на рынке нужно быть профессионалом есть два момента на рынке когда нужно торговать да то есть это был понедельник среда когда я на битве аналитиков говорил о росте доллара по всем парам да кто смотрел понедельник я четко сказал торгуем индекс доллара и другие пары по желанию еще в пятницу говорил на текущий момент мы эти моменты отработали и на текущий момент находиться лучше вне рынка кто желает рискнуть работать против данного тренда так как у нас доллар растет есть диверегенция есть фундаментал который будет после обеда который ожидает быть как всегда хуже да и доллар должен падать да по идее ну посмотрим как на этот раз работает рынок всем удачных сделок если будут вопросы конкретно по обучению вы можете посмотреть кто не смотрел битву аналитику посмотреть как отрабатываются идеи если вы хотите также научиться несмотря аналитику а самому то есть через какое-то время научиться понимать так рынок обращайтесь по поводу обучения с вами был Виталий Кухта проект Кухта Кепитал всем удачи до свидания